В начале Было, задумался он В конце пути Когда же пришли к нему Его многочисленные искания Его открытия Вы вновь со мной Туманные видения Мне в юности мелькнувшие давно Вас удержу ль во власти Вдохновенья Былым ли снам явиться вновь дано Из сумрака Из тьмы полузабвенья Восстали вы Для большинства из нас Гёте – это Фауст Конечно, Фауст И только Фауст Даже если бы ничего большего В своей жизни он не успел написать Он все равно стал бы великим Благодаря Фаусту А что мы еще знаем о Гёте Что мы знаем о его Необычайно яркой жизни О всем том, что он успел Сделать в ней Может быть, ярче всех И компактнее всех Об этом сказал Тимирязев Это так звучит Гёте представляет Быть может, единственный В истории человеческой мысли Пример сочетания в одном лице Великого поэта Глубокого мыслителя И выдающегося ученого Вот что Темным холодным вечером 1540 года Профессор Виттенбергского университета Доктор Фауст Сделал студентам необычное заявление Он сказал, что много лет назад Продал душу и тело дьяволу И теперь приближается час Когда срок этого договора истечет Иоганн плотнее запахнул Студенческую мантию В библиотеке стало ощутимо холоднее Эти строки потрясли Иоганне Фаусту Иоганне Фаусту Шестнадцатилетний студент Лейпцигского университета Впервые прочитал в библиотеке Легенду об Иоганне Фаусте Докторе Фаустусе Он был заворожен Продать душу за научное знание За открытие секретов Над которыми бились все алхимики Он примерял судьбу доктора Фауста на себя Ведь он тоже хочет понять С чего все начиналось В чем секрет всего сущего И он поймет Ведь он так молод А впереди целая жизнь Вот он, Гета, семнадцати лет Родители подарили Иоганну Все самое лучшее Чистолюбие и образованность От отца Веселость и поэтический взгляд На мир от матери Юный Гета был очень серьезным И увлеченным человеком И отец всячески поощрял его занятия Все кроме одного Стихосложения Вот был камень преткновения Отец настоял И Гета поступил В Лейпцигский университет На юриспруденцию Университет дал ему Новые увлечения, новых друзей Но не любовь к законоведению Гета пропадал в библиотеке В начале было слово С первых строк Загадка Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово Чтоб думать, что оно всему основа Со своими словами у него с детства Не было никаких проблем Они легко складывались в строки, в рифмы Другое дело смысл слов Особенно понимание законов природы Гете увлекала наукой И не просто наукой А знания об окружающем мире Он хотел, он пытался постичь Первопричины всего сущего Кто навеял ему эту мысль? Может быть, сам Фауст? Нет, это было раньше, в детстве Ведь еще в детстве Бредил камнями магическими Завущими легенды, сказки Которые еще мама рассказывала У него скоро соберется Гигантская коллекция минералов Более 18 тысяч образцов И не только из Германии Ему будут присылать камни из России Но это потом Пока университет и Фауст Фауст И так напрасно я копил дары Людской премудрости с таким упорством Я ничего своим усердием черством Добиться не сумел до сей поры Ни наволос не стал я более крупен Мир бесконечности мне недоступен Мефистофель, ты в близорукости не одинок Неизвестно, то ли страсти по Фаусту Так и разбередили душу юноши То ли науки сразили его Но он заболел Да так, что вынужден был покинуть Лейпциг И вернуться в родной Франкфурт на лечение Отец, может, и не был доволен Но оставил сына в покое И через год 20-летний Гёте выпустил свой первый сборник стихов Новые песни Слава ему это не принесло Но он понял, почувствовал, что он хочет Через год он уехал в Страсбург, чтобы продолжить занятия Но кроме юриспруденции Гёте вернулся к лекциям по химии, медицине, филологии, астрологии И вот первая значительная для него встреча Это философ и критик Иоганн фон Гердер Он подарил Гёте новый мир Мир готической архитектуры Мир народной поэзии Как ни странно, но все эти такие разные Даже далекие друг от друга знания В голове Гёте легко складывались В одну картину его, гётовского мира И когда Гёте в свои 23 года Уже был готов к ученой стезе К открытиям Когда он стал себя чувствовать доктором Фаустусом Тут и произошло событие Которому суждено было серьезно изменить судьбу В мае 1772 года Гёте приехал в Ветслар На юридическую практику Городок маленький, но и здесь было свое светское общество Это Шарлотта Буф Невеста секретаря Ганноверского посольства Это была любовь с первого взгляда Но любовь безнадежная Терзания были безмерны Не прошло и полугода И Гёте уехал в отчаянии Неожиданно для всех Оставил только прощальное письмо Шарлотте В дороге его догнала весть Что застрелился его друг Фриде От безответной любви Может, это выход и для него Мелькнул тогда у Гёте Один только выстрел Но Гёте не застрелился Он нашел другой выход Он приехал домой, закрылся ото всех и сел писать Через месяц роман был закончен Он назвал его «Страдание юного Вертера» И буквально наутро проснулся знаменитым Европа зачитывалась его Вертером А что же Гёте? Он излечился от любви Его увлекло новое знакомство На сей раз не с ученым, который бы открыл ему тайны бытия И не с женщиной, которая бы показала Гёте глубины его собственного сердца Нет Нового знакомого звали герцог Саксонии Веймара Карл Август Наследный принц Утром 7 ноября 1775 года Новый советник молодого герцога Яган Гёте Въехал в Веймар Тогда еще никто не мог предположить Что спустя годы этот день сделают праздником города Гёте занимался военной коллегией Дорожным строительством Надзором за сооружением садов и парков Инспекцией шахт и библиотек Дипломатией, образованием Таков список Еще был кусочек земли Что подарил ему герцог в честь прибытия Гёте не сразу решил, что с ним делать Ему хотелось заниматься и садом, и огородом И просто иметь домик Там он продолжал писать Когда не был занят Но он все время занят Только вечерами зажигал как можно больше света Чтобы не видеть его, Фауста Но он слышал его, чувствовал Вначале мысль была Вот перевод Он ближе этот стих передает Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразы Могла ли мысль в создании жизни вдохнуть Он довольно скоро осознал Мысль научная на пустом месте не возникает Ей предшествуют долгие тщательные наблюдения, сопоставления В любой области живой и неживой природы Мало-помалу у него собралась обширная палеонтологическая коллекция Кости после третичных ископаемых Он добывал их в каменоломнях, в песчаных карьерах Расширение собрания умножало знания Поставляло материал для обобщения Установления эмпирических фактов Что в сущности образует научное естество знания Одно из самых заметных открытий Гёте в этом направлении Обнаружение межчелюстной кости в черепе человека Позднее его даже стали назвать предтечей Дарвина Но это не так Он был всего лишь чрезвычайно точным Добросовестным наблюдателем и испытателем природы Он был не философом, но мудрецом, фаустом Но был и тот другой, его поэтический фауст Он не давал покоя, требовал выхода Он понял, спрятаться невозможно Он собрал все, что писал о фаусте Попытался добавить, что узнал, что постиг тому времени И попросил герцогиню Амалию разрешить ему Прочитать фауста на ближайшем приеме «Конечно», — сказала она Слушатели аплодировали, а Гёте был мрачен Он сжег листок за листом, медленно получая удовольствие Сжег долго всю ночь А фауст молчал Тишина вокруг, только ветер за окном Им не понять, как детям малым Что счастье не влетает в рот Я б философский камень дал им Философа не достает Прошло 11 лет с тех пор, как Гёте Саквояж с рукописьми Он уехал в Италию Для него это был Рубикон И чем дальше он уезжал от суеты и обязанностей Тем больше приходил в себя Он переезжал с места на место И вокруг него были только античные искусства, возрождения Теперь это его мир Гёте многое передумал и даже переписал Например, свои старые пьесы А главное, он много занимался ботаникой Пытался искать прародителя всех растений И понял, чтобы достичь истины Нужно отказаться от всего, кроме науки И поэзии Вот только что срезанный лист из ботанического сада Здесь впадуя А вот этот лист Гёте когда-то срезал сам в Веймаре Разные растения, но как похоже В основе этих различий и этих сходств Должны быть какие-то законы Он буквально в двух шагах от открытия Которые сделают другие Была вначале сила Вот в чём суть Но после небольшого колебания Я отклоняю это толкование Не смейтесь надо мной деленьем шкал Естествоиспытателя приборы Я как ключи к замку вас подбирал Но у природы крепкие затворы И всё-таки сила Не та, что двигает предметы и защищает слабых Сила ума, сила воображения, сила интуиции Но ему нужен фауст, чтобы двигаться дальше Для него наука и поэзия едины Все эти опыты, исследования научные, которые проводил Гёте Вам могут показаться какими-то очень простыми, наивными Но это наука того времени Наука вообще, понятие чрезвычайно жёсткое Конкретное Абсолютно объективное Для науки важен сам факт Уровень открытия А не то, кто его сделал Кто и когда открыл Мы живём на уровне сегодняшней науки И всё прошлое для науки не имеет значения Оно важно для нас Это история мысли Это история человечества К зиме он вернулся в Веймар К герцогу Тот понял его, простил Освободил от большей части придворных обязанностей Гёте дома И он свободен Его дом всегда был полон цветов Он заказал себе новые Милая, юная девушка Принесла удивительной красоты букеты Или ему так показалось? Христина Вольпиус С ней было интересно и спокойно Жениться на ней Гёте не мог И она осталась просто так И через год родила ему сына Веймар был, мягко говоря, шокирован А Гёте счастлив, как никогда в жизни А Фауст Пока было не до него Гёте путешествовал Работал в своей лаборатории В своём саду И писал Опять писал За год до того он познакомился с Фридрихом Шиллером Они оба были знамениты И оба переживали творческий кризис Они начали писать вместе Циклы эпиграмм, баллады, стихи И именно Шиллер убедил Гёте продолжать писать Фауста И Гёте написал себе программу Прочувствовать целостность природы Обострить спор формы и бесформенности Вывести дух, как гения мира и действия Гёте и Шиллер Вместе взялись составлять Астрологическую схему розы темпераментов То есть приводить в соответствие друг с другом Стихии, темпераменты, цвета и социальные характеристики Но как же далеко всё это было От того переднего края науки Где в те времена безраздельно царил Ньютон С его законами небесной механики Принципами натуральной философии Я был опять, как вижу, с толку сбит Вначале было дело Стих гласит Были в его арсенале увлечений, поисков Направления, где дело конкретное, рукотворное Действительно становилось главным И он не просто наблюдал Он строил новые остроумные приборы Изобретал, совершенствовал Особенно в изучении света и цвета Мечтал одолеть Ньютона Доказать ошибочность его построения И дело стоило того Хоть Ньютона не одолел, но своего достиг Он положил начало физиологической оптике Создал свой феноменальный цветовой круг Которым пользуется и поныне Для цветоведения это всё равно О том, что таблица Менделеева для химии Гёте был счастливым человеком Несмотря на перипетии в жизни Судьба хранила его Он был успешен во всём И в науке в том числе Даже если его идеи Не встречали тёплого приёма Среди других учёных Увы, он не был учёным-пророком В своём германском отечестве Гораздо лучше его понимали И принимали, скажем, в России Он был выбран членом Московского общества Испытателей природы Петербургского минералогического общества И даже членом Петербургской академии наук По физико-математическому отделению Чем он никогда в жизни не занимался И с цифрой не дружил И жаловали его тоже такие же Вдохновенные естествоиспытатели Как, скажем, Александр фон Гумбольд После своего путешествия в Америку Гумбольд посвятил Гёте Свой знаменитый труд Идеи о географии растений И Гёте начал читать В Венском университете Лекции по географии растений А еще большим почтением пользуются Гёте у монархов В высшем европейском обществе Правда, разумеется, как поэт 1808 год Конгресс в Эрфурте Кого здесь только нет Цвет королевских домов Европы Во главе с Наполеоном и Александром I Французский император хочет видеть короля поэтов Он до сих пор с ностальгией Вспоминает египетский поход И страдания юного Вертера Он приглашает Гёте Когда тот приехал Наполеон прервал заседание совета И пошел ему навстречу Со словами «Сеть человек!» Они беседовали несколько часов подряд О литературе, театре, искусстве Однако Гёте не постеснялся Высказать свое отвращение К новой военной кампании Наполеона Опять война Уму плохая в ней отрада Правда, орден почетного легиона Он все равно получил Поэтому можно простить многое Гёте все жил в Веймаре Город стал центром искусства и науки всей Европы Молодые люди приезжали специально к Гёте А ему нравилось быть наставником Он восхищался игрой 12-летнего Мендельсона И вспоминал свои встречи с Моцартом Он встречался с молодыми Байроном и Генрихом Гейне Нахмурился, когда услышал, что Гейне тоже пишет Фауста И спросил «А больше у вас ко мне никаких дел нет?» Свои воспоминания «Поэзия и правда» он напечатал в 1811 году За 20 лет до смерти Он не дописывал и считал, что его работы говорят все, что нужно И работы не только поэтические, но и научные Как ясно мне тогда, что совершенства мне не дано В придачу к тяге ввысь, которая роднит меня с богами Сначала метеорология заинтересовала его своей странной связью с его здоровьем Он стал наблюдать, как начинает ломить кости к дождю Как болит голова при резкой смене погоды В счастливый момент на глаза попалась монография английского ученого Он перелистал ее от нечего делать И пленился описаниями облаков Облака ведь это тоже начало чего-то Он сам стал записывать состояние неба Зарисовывать очередное облако Потом взялся переводить книгу на немецкий язык И обнаружил еще один тип облаков И назвал их гребенчатыми Он буквально заставил себя закончить Фауста за два года до смерти В 1830-м Положил в конверт, запечатал и потребовал от своего друга И позднее биографа Эккермана Опубликовать рукопись только после его смерти Но нет, рука все равно тянулась к потайному ящику Он может сказать еще лучше Ему захотелось внести отдельные небольшие исправления Конверт был распечатан и снова закрыт После этого он сказал Эккерману Дальнейшую мою жизнь я отныне рассматриваю как подарок И теперь уже собственно безразлично Буду ли я что-нибудь делать и что именно Но 15 марта 1832 года По дороге в Вьену На консультацию с университетскими профессорами Гетте простудился И через неделю скончался Последними словами его были Побольше света В начале было слово С первых строк загадка Так ли понял я намек Ведь я так высоко не ставлю слово Чтоб думать, что оно всему основа В начале мысль была Вот перевод Он ближе этот стих передает Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы С первой фразой Могла ли мысль в создание жизни вдохнуть Была в начале сила Вот в чем суть Но после небольшого колебания Я отклоняю это толкование Я был опять, как вижу, с толку сбит В начале было дело Стих гласит Слово Мысль Сила Дело Гениальный эпизод из Фауста Дает потрясающий портрет самого Гетте Это четыре пространства В которых он существует Поэт Мыслитель И ученый Субтитры создавал DimaTorzok